Но мы в студии с Сашей уже не одни. У нас в гостях Ирия Нерсес-Хананян, настоятель церкви Сурб-Акоп. Доброе утро. Доброе утро. Не затруднило вас сегодня проснуться рано, для того, чтобы к нам прийти? Я постарался приехать намного раньше, чтобы наверняка не опоздать, потому что погода сегодня устроила такой небольшой сюрприз, но все, слава Богу, хорошо успели. Скажите, очень красивое слово Сурб-Акоп. Что это? Это святой Иаков. Все очень просто. В честь святого Иакова Незибийского. Это один из святых древней церкви 4 века. Ну и хочется поговорить и о празднике. Мы знаем, что есть такой национальный армянский праздник, как Терендес. Правильно? Все верно. Расскажите, пожалуйста, что это за праздник, когда он проходит и как он отмечается? На самом деле праздник является больше церковным, просто он настолько скрепился с народными армянскими традициями, что сегодня чаще его называют традиционным армянским праздником. Хотя на самом деле это праздник святения Господня, который является общехристианским. Его отмечают и в русско-православной церкви, и в католической церкви в разное время. Но из-за того, что в армянской традиции он обрел некие особенности, в нашем народе он укрепился как еще один из величайших праздников и для народа светского, и для духовного. В этот день в армянской церкви совершается вечернее богослужение, и мы приглашаем на праздник молодоженов, которые создали семью в ушедшем году. И в этот день особый чин совершается над ними, благословляются молодожены, а потом начинаются традиционные народные празднества во дворе, либо церкви, либо общины. Зажигается костер, и молодожены, взявшись за руки, через него перепрыгивают. Святой Тесар что это символизирует? Раньше в армянской традиции этот день был связан именно с семьей, но поскольку церковь никогда не борется с народными традициями, а пытается их переосмыслить, то в каком-то смысле этот огонь является для нас, является свет христианства. А в том числе для молодоженов это некое испытание, через которое перепрыгивая, держась за руки, они показывают, что любые испытания жизненные, они будут проходить вместе. Ну и что намерение их честное, наверное, какое-то брат очищения. Могли бы вы пояснить нашим телезрителям, далеко не все люди воцеркуленные, что есть в Средине Господне, какая в веках жизни Христа? Средине Господне это эпизод из жизни Христа, который описывается только в Евангелии от Луки, и рассказывает о том, как сорокадневного Христа, после Рождества, сорокадневного Христа привели в храм для того, чтобы поклониться Господу. И вот это была такая первая встреча младенца Христа с Господом в храме, где его встретил старец Симеон, которому было явление от ангела о том, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. И вот, приняв Спасителя, он возмолился и сказал, что вот пришло время, когда он уже увидел Спасителя, и нужно уже предстать перед Господом. Вот это знаменитая молитва, ныне отпущаешь и рабатываешь. Все верно. Скажите, а в армянской традиции она как-то по-другому звучит? Да, на армянском все по-другому звучит. Да, и, собственно, сам праздник, Терендес, это народное слово, а в церковной литературе употребляется слово Тьярн Андарач, что означает «на встречу Господу». Собственно, слово «средение» также означает «встречу». А Терендес – это уже народное слово, которое, если разобрать по частям, означает «Терендес» – «Господь с вами». И вот в этот день мы призываем всех людей, чтобы они были с Господом, который постоянно с нами всегда. Скажите, а вот есть какая-то специфика встречи этого праздника у крымчан, у крымских армян? Вот в этом году мы решили придать особое значение этому празднику, поскольку появилось новое поколение армян, которые, ну, к сожалению, вдали от родины, часто забывают о том, какие традиции у нас есть. Поэтому в этом году мы решили собраться во дворе армянского общества в центре Симферополя и пригласили не только армян или молодоженов, которых у нас набралось примерно 12 пар в этом году из Симферополя, а также пригласили общественных деятелей, религиозных лидеров из других конфессий, представителей разных общин. И уверены, что сегодняшний праздник, он станет не просто нашим внутриармянским таким вот событием, а, наверное, порадует и всех жителей Крыма. — Это очень отрадно, что все конфессии у нас дружат. Крым многонациональный, много религий, все вот так вот плотно взаимодействуют друг с другом. — Когда пройдет праздник, чтобы зрители знали? — Праздник пройдет сегодня, 13 февраля в 17.00 во дворе Крымского армянского общества на улице Ленина, 9. — Спасибо большое. Мы тоже приедем, покажем, заснимем и потом покажем еще в эфире нашей программы, как это было. Спасибо, что пришли к нам в гости. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть вам нашу следующую рубрику. — Спасибо. — Спасибо.